Я сегодня в роли наивной и очень переживательной девчонки. Но никак мне не спится после того, как выяснилось, что учёные Стэнфордского университета узнали, что стареет человек не один раз, а целых три. Ну, скажем честно, стареть страшно всем, а тут ещё и три раза, и оказывается, что возраста старения уже критически близко. Расскажите, Владимир Игоревич, в первый раз, когда человек стареет? Так, тем, кому вот-вот исполнится 34 года, пожалуйста, приготовиться к первому старению человеческого организма. Сейчас немного вздрогнули те, кому уже за 34. А тем, кому ещё? Нет, 34. Пусть не считают себя какими-то пожилыми, это молодёжь ещё. 34 не исполнилось, всё ещё молодой человек, можно обращаться. Молодой человек, а вы не выходите на следующей остановке? Вот так вот. А что ж такое в 34 случается, что человек становится старым? Случается три раза. Вот то, что как раз обнаружили учёные из медицинской школы Стэнфордского университета. Руководитель работ был некто профессор Тони Уискорий. Они обратили внимание на те изменения, которые происходят в крови людей с возрастом. Для этого набрали добровольцев, больше 4 тысяч, в возрасте от 18 до 95 лет, и стали смотреть, что же в их крови происходит. Конкретно обращали внимание на так называемые белковые комплексы. Вообще кровь насыщена разнообразными белками, которые попадают туда из разных систем и органов нашего организма. И по количеству, состоянию этих белков, собственно, можно узнать, откуда, из какого органа они конкретно попали. И как там дела? Как там, в общем-то, дела обстоят? Нет, с делами-то, конечно, это пока ещё рано об этом говорить. Но вот откуда они попали, это точно можно. И что происходит? А вот они смотрели, смотрели, изучали вот эту кровь, изучали, изучали. И нашли некую закономерность. Первое. Нашли вот три этапа старения. Первый – 34 года. Второй – 60. Третий – 78. Три ступени, которые ведут на тот свет. Их всего, оказывается, три штуки, мрачно сказал я. Так вот, что происходит? У подавляющего большинства обследованных людей меняется белковый состав крови. Так называемый протеом. И меняется не плавно, а скачками. Вот была одна вот, ну, условно, набор один белков. 35 исполнилось. Или там 34. Ну, что-то где-то в этот раз он другой стал. Проснулся другим человеком. Проснулся, да, другим человеком. А может быть, я не знаю, наши слушатели, я-то вот замечал. Вот наблюдаешь, наблюдаешь за человеком, да. Всё таким ходит, огурцом, огурцом. Вот, а потом в какой-то период смотришь, как он постарел. Кстати, это же подмечал ещё Александр Сергеевич Пушкин. Как раз я со своей малолетней дочерью, которая учится в седьмом классе, мы проходили станционного смотрителя. Подробно подобный изучали. Освежил в памяти. Вот как раз о том речь. Вот станционный смотритель. Вот молодой-молодой, а потом от него там ушла дочь, приезжает путник, через какое-то время он уже дряхлый старик. Исходя из работ... Ему стукнуло, видимо, 60, уже вторая ступень, наверное. Я думаю, за 60. И не столько от переживаний о потерянной дочери, а просто... Сколько из-за белковых процессов. Из-за белковых процессов. В том числе не будем умалять, так сказать, вот этот сюжет, придуманный Пушкиным. Так вот, в 3-4 года одно изменение. 60, другое. В 78, значит, уже, ну, уже такое, так сказать, все, последние изменения после 78 лет. Вот этот белковый кубчик оставляет постоянным до, ну, назовем это до самого, что ни на весь, упора. Ну, вот вы мне скажите, вот эти белки, состав которых в крови меняется с годами, они отражаются на лице, они отражаются на работе органов. Или где они отражаются? Вот эти вот морщины. Они отражаются везде, Саша. Ну, если верить вот этим ребятам из Тенцкого университета, то, да. Кстати, кожа – это точно такой же орган, как любые другие. Кожа – это орган человека, кожа, сердце, легкие, печень, печень, почки. И вот если, как следует, работа-то еще в самом начале, но если, как следует, проанализировать вот эти белки, да, вот какое состояние вот этих белков, благодаря работе каких органов оно стало таким, то, собственно, можно и выявить какие-то нарушения в этих органах. То есть что-то будет свидетельствовать о том, что печень не в порядке, что-то там кожа не в порядке, потому что в процессе этого исследования выяснилось, но, собственно, я бы сказал так, не выяснилось, а в который раз подтвердилось, что разные органы человека стареют с разной скоростью. Не знаю, еще лет пять назад я читал исследование, в котором мне ученые объяснили, что женская грудь стареет быстрее, чем, скажем, женское сердце. Вот тоже выявили, тоже что-то изучали, какие-то молекулы. Поэтому человек же умирает после, когда вступил на последнюю эту ступеньку, 78 лет. Не от того, что он уже не на части разваливается. У него отказывает какой-то, ну, как правило, один какой-то орган. Бывает, ну, бывает два сразу. Но начинается-то все равно с одного. А все отчетно, что органы, оказывается, стареют с разным скоростью. С разной скоростью. Хорошо. Отличается ли эта скорость старения у мужчин и у женщин? Кому страшнее должно быть вот в эти промежутки, вот в эти периоды времени? Выяснили, выяснили еще. Женщины стареют быстрее почему-то. Вот сейчас обидно. Почему-то так. Но давайте опять же, Саша, вернемся к наблюдениям на улицах, троллейбусах и автобусах. Все-таки поставь рядом, ну, скажем так, мужчину сорокалетнюю и сорокалетнюю женщину. И, наверное, все-таки можно будет заметить разницу. Следует помянуть, конечно, что и мужчины, и женщины борются, борются, как стараются бороться с этими процессами. Лекарства пока не созданы, вот. Но есть пластические операции. Вот. И кто знает, вот тоже никто толком не знает, способны ли какие-то, способны ли здоровый образ жизни. Большой вопрос. Это же не доказано. Говорят, ведите здоровый образ жизни, и все будете, проживете, я не знаю, с молодой кожей, с молодым сердцем, с нестареющей женской грудью. Сколько, я не знаю, там, до 100 лет. Большой, большой вопрос. Нет, не доказано. Но что-то в организме происходит такое, в одном организме одно, а в другом другое. Один человек в 70 лет выглядит на 60, а другой в 70 лет выглядит на 80. Есть такое дело? Есть. Есть такое дело. Вот подобное исследование, исследование вот этих белковых комплексов, которым насыщается кровь в том или иноморте, возможно, поможет нам разобраться в этих процессах. Вот сам, вот этот руководитель этих исследований, Тони Уискорий, он абсолютно говорит, я просто убежден на 100%, что вот эти белковые комплексы в крови, это непосредственные маркеры старения. Но он не разобрался, то ли вот старение вызывает изменения, то ли вот эти само изменение вот этих белковых комплексов, оно и провоцирует старение. Хорошо бы, если... Что было раньше курица или яйцо, в общем-то, мы пытаемся разобраться. Не разобрались. Хорошо бы, было бы так, что вот эти комплексы в 34-1 набор, в 60-2, в 78-3, чтобы от них зависело старение. Вот набралось там какой-то белков, человек стареет. Так, тогда мы сможем как-то искусственно модифицировать этот набор белков, я не знаю, в крови, добавить что-то, убавить. Есть такая надежда, там можно как-то постараться, как-то разработать методы, чтобы подольше задержаться на той или иной ступеньке. Желательно на верхней вот этой, которая 34. Ну, хорошо бы, да. И всё 34-34, 34-34, вот. А суть, а по паспорту 60. Бывает такое, что биологический возраст, что он меньше календарного. Три ступени, в которые человек становится старше. Зависит они от количества белка в крови, от какого-то белкового состава. Да, Саша, дали они нам повод поговорить о старении. Всего-то выяснили, что старение в три этапа идёт. 34 года, следующий, что теперь, в 60, а дальше последний, в 78. Выяснили мы в прошлой части нашей программы, что пока искусственно менять этот белковый состав крови никто не научился. Но есть же другие методы. А пока, погони, пока ты не поняли, надо ли его менять. Пока они выясняют, хорошо бы было пока другими методами продлить молодость. Здоровым образом жизни. Спать по 8 часов, пить 2 литра воды в день и, не знаю, бегать по 10 километров, нет, не поможет? Нет, никто, никто не знает, насколько здоровый образ жизни на самом деле полезен. Наверное, если не спать по 8 часов, а спать по 3 часа, знаешь, чтобы тебе пинками, ну-ка, вставай, вот, наверное, ни к чему хорошему это не приведёт. Человек реально поздно, знаешь, как-то сильно устанет. Но в то же время мы знаем из истории, что были люди, которые спокойно спали по 3-4 часа, и ничего им не вредило. То есть это большой вопрос. Вот хуже другое. Есть учёные, например, не геронтологи, не физиологи, не неврологи, а математики из Аризонского университета, которые считают, что старение предопределено, что оно неизбежно просто с математической точки зрения. Вот, знаешь, так, конечно, слушаешь такое, как-то грустно, но тут же мысль, а вдруг это действительно так предопределено, и все наши, понимаешь, подёргивания на перекладине, там, как говорили, на беговой дорожке, это всё пустое. Слушай, ты вот призадумайся, наша же жизнь на планете Земля, она, собственно, так устроит, вот, что особь живёт не вечно, знаешь ли, наблюдая происходящее вокруг неё, а одно поколение сменяет другое. Это, собственно, фундаментальный, я не знаю... Согласилась бы я с вашими математиками, согласилась бы, но... Фундаментальный закон может быть такой. Но ведь ещё 100, там, 200, 300 лет назад на Земле жило гораздо меньше, чем 7 миллиардов человек, как сейчас, правильно? И с каждым годом у нас численность населения растёт. Значит, меняется какая-то математическая закономерность? Не думали об этом? Нет. Думал. То есть думал, но закономерность не меняется. Продолжительность жизни почему-то растёт на самом деле. И это ли не лучик надежды? Нет. Да, есть какая-то надежда. Но надо задать себе вопрос, а до какого предела она будет расти? Да, Вич там выясняет, как-то тоже работы были, говорит, 120 лет, и всё, это предел, это вот физиологические пределы человеческой особи. Ну, ты представь, мы будем жить вечно, понимаешь? Столько расплодиться людей, что жить станет просто невозможно. Или тогда, значит, надо расселяться по всему, по всей Вселенной. Ну, хорошо, ладно, как-то уподобимся Воланду. Дело не в том, что человек смертен, говорил он. Дело в том, что он, как правило, смертен в очень, таком, значит, гнусном, дряхлом состоянии, вот, если, конечно, не умрёт как-нибудь внезапно в молодом возрасте. Да, а что делать тем, кто не претендует на вечную жизнь, а хочет хотя бы обойтись без морщины седых волос как можно дольше? Я бы направился к пластическим хирургам. Хорошо, другие признаки старения, не знаю, колени заскрипели, наклонился к волосу. Поскольку пока ничего лучше так положенности не придумали, как в том анекдоте, а что у вас есть для седых волос? Говорит, ничего, кроме глубокого уважения. Так вот, вернёмся к математикам, которые говорят, что старение неизбежно с математической точки зрения. Мы же состоим из клеток. Всё, как мы выглядим, зависит от состояния наших клеток. Вот так уж сложилось, извини, что с возрастом по мере жизни клетки претерпевают изменения. Не в лучшую сторону. Они ухудшают свою работу. Работают всё хуже и хуже, то есть как-то дряхлеют. Есть другой процесс, как бы обратный, что клетки стремят избавиться от этого дряхления, но начинают бесконтрольно размножаться в борьбе за... пытаясь освободиться от этого старения. Попахивают онкологией. А тут попахивают онкологией. И вот, если верить вот этим математикам, то наша жизнь человеческой клетки, она как бы идёт между двух вот этих... То есть старение якобы спасает от онкологических заболеваний. Если что не так, то вот онкология, ну и всё. И все померли. Вот они составили такое некое уравнение, которое вот учитывает вот эти два процесса. И получается, решения этого уравнения нету. Как-то грустно это всё. Ну как же золотую середину-то найти? Неужели ничем нельзя помочь этим нашим клеткам? Смотри, обнадёжен. Все вот эти вот исследования и рассуждения, они основаны на представлении о том, что старение – это некий генетический процесс, программа которого, собственно, где-то там в генах... Заложено. Заложено. Ясный перец, конечно же, где-то заложено, понимаешь? Если человек живёт по этой программе. А в русском где, никто не знает. Так вот. А есть такие учёные, появились из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Это Америки. Некто Дуншен Цай. Которые говорят, а может быть, всё-таки, кроме генетической предопределённости, может быть, есть какой-то центр всё-таки, который управлен... Ну, ген, так мы знаем, не в любой клеточке. А может, где-то есть центр, например, в мозгу, из которого исходят какие-то всё-таки команды для организма развиваться в ту или иную сторону. Будут стареть, стареть или не стареть. То есть, говорит, может быть, всё-таки он и едет. И вот причём предположили, что центр есть, находится в гипоталамусе. И всё-таки какие-то команды он отдаёт. Вот они тоже, вот эти учёные из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, они тоже изучали белковые комплексы в крови. Вот они тоже их изучали, на ступенях не ограничивались, а просто, ну, как-то так вот сосредоточились на тех белковых комплексах, которые сигнализируют о неких воспалительных процессах. В общем-то, старость – это, считай, по большому счёту, некое воспаление. Ну, болезнь, да, понятно. И вот посмотрели, как-то вот откуда всё это исходит. А исходит это почему-то из гипоталамуса. Там вот больше всего концентрируются вот эти белковые комплексы и почему-то блокируют синтез гормона, попробую выговорить его название, это гонадолиберина. Который как раз связан вот с этим, с гипоталамусом. Поставили эксперименты на мышах. Значит, как-то устроили так, чтобы в гипоталамус не поступали эти сигналы. Ну, он типа находится в неведении, и что? Мышь стала жить на 20% дольше. Ух ты! Дальше добавили вот этого самого туда мышам гормона вот этого гонадолиберина. Опять же, мыши-мыши стали жить дольше. Из чего вот учёные сделали как-то вывод? А вдруг центр-то там, гипоталамусе. Что ж, хочется пожелать им успеха, разобраться в этом до конца, и вдруг, и поставить, может быть, как-то опыты на людях. Но вдруг, кто его знает, найдут какие-то методы, и слушаем мы эти обещания уже лет так 30. Но главное, что есть надежда. Вот на этой позитивной ноте и хотелось бы сегодня программу закончить. В студии был Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Александр Кочнев.